Антиазербайджанские провокации на ток-шоу на российских телеканалах давно уже никого не удивляют. Но когда подстрекательством занимается российская телеведущая информационной программы «Время» на Первом канале, то это не лезет ни в какие рамки. Речь о Екатерине Андреевой, которая посчитала, что азербайджанская сторона нарушила трехстороннее соглашение по прекращению огня в Нагорном Карабахе, хотя все было с точностью да наоборот. Как известно, армянские террористы, скрывающиеся в селах Кёхнет-Аглар и Чайлак-Калахаджавенского района, напали на солдат азербайджанской армии. В результате есть убитые и раненые. Хотя ранее Азербайджан предубеждал как российских миротворцев, так и армянскую сторону о том, что в таких случаях будут приняты серьезные ответные меры. В представленном в эфир-сюжете глава российской миротворческой миссии Рустам Муратов не говорит о том, что Азербайджан нарушил перемирие. Однако ведущий отмечает, что виновником является Баку. В сюжете также приведены слова армян, которые не обвиняют азербайджанскую сторону. Российским СМИ пора бы смириться с тем, что Азербайджан победил в войне за свою территориальную целостность. Нагорный Карабах. Накануне российскими миротворцами там была пресечена попытка нарушения с азербайджанской стороны условий трехстороннего соглашения на одном из участков линии разграничения. 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Саберт и Кентаглар Гадруцкого района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие представителей армянской и азербайджанской сторон. Возвращение к мирной жизни – процесс сложный, одно из последствий долгого противостояния мины и неразорвавшиеся снаряды. Счет уже обезвреженных нашими саперами и утрепасов идет на тысячи. Жилые дома, газопроводы, дороги разминируют при помощи современных миноискателей и роботов. А военные врачи, выездной бригады оказывают медицинскую помощь населению. В составе отряда опытные хирурги, терапевты, реаниматологи. Помощь, да, нам, конечно, нужна. И мы очень рады, что нам помогают российские медики. Я уверена, что они нас хорошо держат, принят, даже назначение дают, даже нам поможет, как наши браты. Я это уверена, стопроцентно.